Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня я буду проводить черенкование бугенвилей. Вот у меня здесь есть такой экземплярчик. Выращен он из вот этого маленького черенка. И вот пошла большая длинная веточка. Но мне не нравится, что она такая длинная и всего одна. Мне как-то хочется, во-первых, и привести ее в порядок, чтобы она больше кустилась, дала новые боковые побеги. И вот эту веточку я могу использовать на черенки. То есть я сейчас сделаю и обрезку, и возьму материал для черенкования. Так, черенки я буду делать по 3-4 междоузли. Вот самый верхний, такой нежный. Вот так возьму. Здесь даже 1, 2, 3, 4, 5 листочков. Вот так получится. Так, вот эти листовые пластины, нижние, я удалю. А остальные немножечко укорочу. Вот так. Так будет легче ей укорениться. Сейчас посмотрим, сколько выйдет черенков. Так, 1, 2, 3. Три узла. Вот здесь. 1, 2, 3. 4 даже получилось. Ну, ничего, нормально. Так, вот этот удалю. Этот пенечек тоже. Так, ну, а вот эти укорочу листовые пластины вот таким образом. Так, и здесь у меня так, 1, 2, 3. Ну, тоже 4 сделаю. 4 листочка. Вот так. Нижние удаляю, как обычно. Так, а вот эти укорачиваю. Ну, этот, наверное, так оставлю. Так, итого у меня вышло 3 черенка. Ну, а эту, наверное, оставлю так. Пусть она у меня дальше кустится, ветвится. Так, все. Вот эти вот остатки, обрезки тоже можно посадить. Я недавно нашла такую тему. Листовые примордии называются. То есть, в каждом листе есть такие клеточки. Вот эти самые листовые примордии. Это так называемые зачатки молодых растений. То есть, в каждом листочке есть вот эти вот зачатки молодых растений. И в присутствии гормона гиберлина это можно использовать препарат бутон или препарат стокининовая паста. То есть, вот эти листочки, И если посадишь, они дадут корни и дадут детки. Вот такие новости. Так, все. Это я уберу. Может быть, даже посажу. Там у меня вообще-то посажено так листочками в Бугенвилле. Сидит, приживается. Так, все. Землю я приготовила. Земля у меня теравита. Теравита цветочная. Сейчас я ее хорошенько намочу. И буду туда сажать свои черенки Бугенвилле. Очень мне нравится этот цветочек. Asia Gold называется. Сорт. Выписывала себе из интернет-магазина. Ну, вроде бы, достаточно. И вот сейчас он у меня подрос. И попытаюсь его развести. Так, беру черенок. Макаю его в воду и в корневин. Все. Сюда сажаю, приминаю. Чтобы земля хорошо охватывала черенок. Чтобы не было пустот. Постоянно я пользуюсь корневином. Это мне помогает успешно укоренять свои цветы разные. В общем-то, вот так. Все. Посадила. Теперь сейчас я их в пакетики. Ермитично закрывающиеся. Поставлю. Тепличка, потому что нужна для укоренения черенков. Так, это, наверное, большеватый. Это у меня поменьше были размеров. Так, наверное, пойдет. Обязательно нужна тепличка. Так, в таком виде поставлю на яркий свет. Со своими глоксиньями на полочке у меня сделано люминесцентное освещение. Там очень ярко. И температура плюс 25-26 градусов у меня. И все мои черенки всех разных цветов. И рассада. Все у меня там хорошо растет, укореняется, развивается. Примерно корни появятся где-то через месяц. То есть не сильно уж быстро укореняется бугенвилия. Но укореняется. Весь этот месяц я не буду смотреть, не буду открывать, не буду проветривать. Я не проветриваю. Влага здесь не испаряется, потому что пакетики герметично закрыты. Полив не требуется. В общем-то, все условия хорошие. Иногда образуется конденсат. Конденсата не пугайтесь. Он совершенно не вредит. То есть проветривание, в принципе, это уже для меня излишне. Если вы хотите проветривать его так на 15 минут в день, просто приоткрывайте и все. Но я так не делаю. Поначалу делала, а теперь уже не делаю. Все, будем ждать корешков. Через 20 дней черенки бугенвилии. Сейчас вам буду показывать. Вот. Так, листик отпал, если убрать его. Вон там какие корни уже большие. До самого дна хорошо прижились. Так, второй что там. Тоже. Тоже есть корешки. Все нормально. Третий. Так, листики вот эти можно убрать. Они все равно потом отпадут. Практически сами уже отпали. Все, корешки тоже очень хорошенькие. Все идет прекрасно. Вот даже уже пошли у одной тут из боковых почек побеги. Маленькие, малюсенькие. Снова я их ставлю в пакетик. Сейчас их открытыми вот так оставлять нельзя. Вот так я их оставлю. Чуть-чуть приоткрытыми. Чтобы они привыкали к сухому воздуху квартиры. Закалялись. Потому что они все-таки были в тепличных условиях. Во влажных. И они еще пока не привыкли к сухости воздуха. Так что вот таким образом я обычно закаляю любые черенки. Когда тепличку полностью не убираю. Или если в пакетиках, то пакетик полностью не открываю. Вот так оставляю 3 дня. А через 3 дня они уже закалятся. И тогда я пакетик уже убираю. Ну все, дорогие мои зрители. Теперь вы будете знать, как укоренять черенки бугенвилей. Желаю вам красивых цветов и хорошего настроения.